Девушки отдыхают Вот это замечательно! Не могу, много дел сегодня Сегодня суббота, вечером вернемся И тогда надо немного путешествовать Не хочу, у меня есть дом, мне в нем хорошо Пусть путешествует тот, кому дома плохо Он же и вправду никогда никуда не ходит Ну так же нельзя Не созрел еще Что значит «не созрел»? Он замкнулся в своем мирке, как птенец в скорлупе Чтобы захотеть покинуть ее, ему должно стать там тесно 1, 2, 1, 2 Ай! Зачем куда-то ходить? Куда-то я ездить, когда дома столько интересного Чего я там и видел Ого! 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 А зачем шлагбаум поставили? Чтобы кого не надо не выпускать А кого не надо? Вот список, кого надо Кого в нем нет, того не надо Так в нем все Ай, момент Меня нет Так мне и так туда не надо Там дикие места Чего я там не видел? Можете здесь не стоять Я все равно туда не пойду Эй! Мне туда совсем не надо Но я хочу знать Почему мне туда нельзя? Слушай Нам дали список и все Ну, а почему и для чего Вопрос иди к дам А к кому? Я не знаю Кто вам дали список? Бараш Ко мне пришел Копатыч Говорит, напиши своим красивым Каллиграфическим почерком список А я тебе продиктую Почему меня нет в списке? Я не знаю А что вообще означает этот список? Кому можно уходить отсюда В другие места И во всякие глупые путешествия А кого там нет Того не пускают Так ты вроде Не любитель путешествовать Почему тебя так волнует Что тебя не пускают туда Куда тебе не надо? Или ты куда-то собрался? Я никуда не собрался Но я имею право собраться И мне нельзя запрещать Ничт! Нельзя! Так значит, говоришь Копатыч Компрессия Он может уходить Когда хочет И куда хочет А я, значит, нет Хм Там и водопад есть Интересно А я и не знаю И озеро, наверное, очень красивый Я только водопад посмотрю Один нога здесь, другой там Я этот водопад ни разу не видел Ну ты же пойми Мы здесь не просто так стоим У нас с этим шлагбаумом Насколько я успел понять Всего одна задача Как раз тебя не выпускать А ты хочешь все обессмыслить? Меня комары ночью Знаешь, как покусали? Пока я тут сторожил Чтоб ты не просочился Столько хлопот Из-за одного тебя А вон и Копатыч идет Куда ты идешь? К Савуньи Мне запретили выходить через шлагбаум Кош и Ёжик сказали, что список дал Браш Браш сказал, что ему его надиктовал Копатыч Копатыч сказал, что его попросила Савунья Я иду к Савунье Если ты так хочешь выйти Почему бы тебе просто не обойти, шлагбаум? А выйти вправду Почему не обойти? О май гот! Пин Ты уверен? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь Я не понимаю, меня что, зря комары кусали? Кто вообще придумал этот шлагбаум? И вправду красивый А завтра пойду на водопад А потом еще куда-нибудь пойду И ничего они не сделают со своим шлагбаумом Буду ходить везде Я все равно уже хожу мимо шлагбауму Давайте этот шлагбаум уберем А то меня совесть мучает, что я что-то нарушаю Ну согласись, что этот шлагбаум Абсолютней глупость Да я с самого начала говорила, что это глупость Но это не моя идея А чья? Идем Идем, идем И чья идея? Идем, идем Ну, 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 чья идея? Идем, идем Их Ну, ты сам говорил, что тебе никуда не надо Ну, зачем надо было ставить шлагбаум и так меня нервировать? Ты нас извини, дружище Но это я, Лосяша, подбил на этот трюк Я думал, что ты как я Я вот, например, не умею плавать и мне этого не надо Я не верил, что таким способом тебя можно вывести из равновесия и заставить изменить своим привычкам Все нормально Я вам даже благодарен за шлагбаумом красиво Эх, иногда только что-то потеряв, мы понимаем ценность того, что имели Пин не понимал ценность прогулок и путешествий, пока мы не поставили шлагбаум Я бы не обобщал У Пина просто строптивый характер Он любит делать все наоборот Если бы ему запретили есть кирпичи, он бы обязательно проглотил парочку К счастью, так не у всех Постой А что там за объявление? Что-то новенькое Постой, постой Карычу купаться не разрешается Ха, это смешно Мне и не надо купаться, я и плавать-то не умею Но по какому праву? Это твои шуточки? Я думаю, что это Пин И чтобы получить разрешение, тебе придется ждать, пока он не вернется из путешествия Что? Ждать? Как бы не так Да эти не немедленно, ласты Или с чем вы там плаваете? Смотри, а я правильно делаю? Руками А ногами как надо Так феноменально А мне понравилось Только немного мокро Это съедобное? Еще как Это оранжевое? Несомненно Морковка А вот и нет, ежик Это Мандарин Здорово я тебя, а! Я сразу догадалась, что это был мандарин Если столько вопросов задать, любой дурак догадается А вот вы попробуйте отгадать без единого вопроса Как же можно отгадать, если ты ничего не знаешь о том, про что спрашиваешь? Панди А? Так в этом вся фишка Ты ни о чем не догадываешься Ищешь о сценарях Идешь туда-сюда Натыкаешься на то-на-сё А потом вдруг бац И догадываешься В этом что-то есть Катастрофа! Нет! Нет! Это не поможет На нас летит гигантский астероид Все бесполезно Бесполезно! Астероид! 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 Никакой, Павлика! На катастрофу еще 20 минут Мы все успеем спасаться Попрощаемся Попрощаемся А ты сама что, играть не будешь? Да если я буду играть, вы мне сразу проиграете Все! Я вообще вопросов не задаю Никогда! И кстати Это был вопрос Ёжик Играем до 6 штрафных очков Завунья, быстрей! Я его подержать! Не уходи, Завунья! Не надо! Я быстренько сбегаю и сейчас же вернусь Так-так-так-так-так Что же это может быть? Нет, это не то Наверное Ну как искать? Если я даже В смысле, я же не знаю, что искать Ага, признайся, Ёжик Чуть не спросил, да? Один-один Эй-эй, Панди, так не честно! Я что, не могу задать другу ничего не значащий вопрос? Не можешь! Хе-хе, 2-1, пози, Ёжика Да ты что вообще? 3-1 Крош, лучше молчи А то мало ли чего, брякнешь 3-2 Ой, так Это был не вопрос За что? Хе-хе А вот это уже вопрос От фонаря Так Идёшь Туда Сюда Хе-хе И О Ой Савунья Точно! Я загадала савунью Ой, хорошо, что вы здесь Быстрее идите ко мне На, держи Молодец, Ёжик Ты выиграл И безо всяких вопросов Э-э-э Я не знал, что можно загадывать живое Это плохо Надо знать правила игры В которую играешь Это не честно Давайте снова Я хочу отыграться Так, потом наиграешься Слушайте внимательно Игра продолжается Ты развешиваешь Ты закручиваешь Вот так Сверху донизу Когда будет готово Втыкайте вон туда Ладно? Савунья Хорошо Только быстро Очень Очень Это важно Слышите? Крош Вы все поняли? Ёжик Еще два Три Четыре В общем Все понятно Да В общем Да без вопросов, Савунья Все сделаем Ну так скорее, миленькие мои Скорее Мне надо бежать Не подведите, ребятки На вас вся надежда А что она говорила? Нам надо сделать Крош минус одно очко Наверное Савунья Решила постирать Все белье на свете Ей понадобилось Натянуть Очень много веревок Чтобы его Высушили Нет Савунья Решила принять участие В соревнованиях По прыжкам на батуте И хочет устроить Огромный Тренировочный батут О, хорошая версия Давайте делать батут Ничего не выйдет Друг мой изобретательный Обнимемся на прощание Уху Готово Включаем Это есть конец Теперь я должен улетать Сам Ничего не конец Ничего не делай Слышишь? Ничего Я сейчас Ну Что я говорил? От фонаря Версия с батутом Меняется О, банан Тут без пины Не разобраться Да вот же Все работает Крош Ёжик Побудьте пока так Я только сбегаю К пину И сейчас же вернусь Нет Ничего не получаться Как всегда Так я и думаю Это был И нету Наш последний шанс Все бесполезно Значит Я должен улетать Сам Слышь Пинь Там это Прощай Панди Передай Биби Что папа Будет Не скоро И еще вот это Передай На память Пинь А куда И Почему Не вопрос Передам конечно Пинь Погоди Пинь У нас Все получилось Работает Эта твоя Абдитная штука Работает Степанинушка А где Пинь Так он уже улетел Я ему сама Ручкой помахала Почему ты его Не задержала Он же полетел Сражаться С астероидом Который должен был Врезаться в землю Он убьется Но я же не знала Надо же было Спросить Спросить Пожалуй Надо было Ну Где тут есть Бессовестный Астероид А ну Попробуй Только приближайся Здесь частная Территория Здесь живут Мирные Граждане Странно Пинь Это земля Ну Пусть мы Это мы У нас Все в порядке Пинь Спускайся У нас тут Все получилось Твоя Магнитная Штука Срабатала О Я рад К сожалению Я не могу Спускаться Я оставил На орбите Двигатель И то Что придется Возвращаться Ты мне Придумала Это было что-то Определенно Это что-то Было Да вот она Смотри Работает Отлично Куда переключить Так А потом Сколько минут А дальше Так И какую кнопку нажать Ту что слева Зеленую Или желтую Ага А где загорится И так А куда смотреть Зачем И почему Как долго Да без вопросов Панди Я даже сбился Считать все твои вопросы Столько вопросов Никто из нас За целый день Не задал Ты проиграла Сдаюсь Проиграла Ну так всегда Где-то проиграешь А где-то Может и выиграешь Земля красивая Жалко что у меня Нет тормозов Придется разбиваться Я все еще живой О Патут Патут Заргут Это то что мне быть Необходимо Ой Савунья Савунья Ты в порядке Одну штрафную очко Но все равно Очень мило Что ты спросил Раз-два Раз-раз Прочь им Поздравляю всех С днем садового Инвентаря И кто это у нас опаздывает Прости Прости Савунья Ну а ты Пин На тебя уж совсем Не похоже Извиняйте За опоздание Я калибровать Я калибровать мой машин Времени И потерять много Этот самый Времени Машина Времени Я на ней прокачусь Ладно Путешествовать во времени Это не для детей Потому что чем дальше Едешь в прошлый Тем больше вред Для настоящей Хватит науки Хватит науки Настало время Для Торта Нет Сначала Копаточ нам Расскажет Увлекательную историю Из жизни Огородника Спасибо Савунья Ну Стало быть так Дело было О сентябре Осень Сами понимаете Пора Сбора урожая Просыпаюсь я утром Ну вот как-то так Все и получилось И тут только я понял Что грабли Я оставил Тьфу ты С каждым годом Этот праздник Становится все длиннее И скучнее Это точно А теперь Торт Еще нет Сейчас Карыч и Лосяш Исполнят нам Фантазию Для Велончели С киркой Прошу Великолепно И наконец Настал момент Которого мы Все так долго ждали О Что? Да нет Бараш Снова прочтет нам Свое знаменитое Стихотворение О садовой Скамейке И весь цветной От ушей До живота Будет Полезней Он даже Скамейке Браво Здорово Великолепно Друг мой Великолепно А теперь Торт Наконец-то Ёжик Три Два Я так долго ждал Какая огромная Колоссальная Потеря времени Времени, говоришь? Хм Но, Крош Ты же слышал Что сказал Бин А что если мы Повредим Пространственно-временной Континуум Мы вернемся назад Всего на один день Пространственно-временной Как его там Даже не заметят Что мы там побывали Ну что Машина времени Включаем задний ход Крош, подожди Ты сам не понимаешь Во что впутываешься Это опасно Да ладно Ты же современный Ёжик Это прогресс Вот как бы поступил Эйнштейн В смысле Если бы он тортика захотел Тортик? Ну ладно Ради прогресса И торта Приехали Быстрее У нас мало времени Наоборот Получается у нас сейчас На целый день Больше времени Чем было минуту назад А когда мы через минуту вернемся Будет всего на минуту позже Хе У тебя от этого тоже Голова кругом идет? Вот он Ну-ка, взяли? Дело сделано! Бежим в машину! И кто это у нас опаздывает? Прости, прости, забудь я! Скучные моменты можно было бы и пропустить И... вот он подходит И... Да! Да здравствует прогресса! И чего это на спин континуумом пугал? Да что он вообще понимает в наших континуумах? Я не могу остановиться! Фу! Фу! По крайней мере с тортом ничего не слу... Капатыч! Лазиш! Капатыч! Лазиш! Кажется наш гениальный план не такой уж и гениальный Тычу! Пошли! Первый континуум всегда комом! Музыка! Эй... Музыка! Музыка! Эй... На этот раз положим его тут Музыка! Чтобы точно никто не споткнулся! Точно! Хе-хе-хе-хе! И кто это у нас оказывает? Хорошо. Торт приближается к столу. Чаша доставлена успешно. Все получается. О, тортик. Я буду тортик. Берегись, держись! Ну все, мне это надоело. Что ты задумал? Мы забросим этот камень так далеко в прошлое, что нас никогда не догонят. Но Пинь говорил, что опасно. Ежик, хуже, чем есть, уже не станет. Посмотрим, как ты теперь выберешься, булыжник. Прощай, но всегда. А теперь назад, в будущее. Ты хочешь сказать вперед в настоящее? И кто это у нас оказывает? Давай, тортик, мы с тобой. Отлично. Теперь Гопатыч. О, тортик. Я буду тортик. Хорошо, это был Гопатыч. Теперь барашни. Ура! Завершилась! Победа! Победа! Мы сделали это! Мы сделали это! Где вы это? Браво! Бис! Кому первый кусок? Победа! Ну, ёжик, мы же уже всё перепробовали! Мы клали его на стол! Мы скидывали его с обрыва! Чего мы только не делали! Получается всё хуже и хуже! На этот раз просто доверься мне! Ты что, спятил? Это что, самое место, где он лежал в первый раз? Именно. Просто будь наготове! И кто это у нас опаздывает? Восемьдесят сантиметров к северо-западу! И чуть левее! Стоп! Стоим здесь! Задираем головы, открываем рту! Ага! Ёжик! Ёки-иголки! Это был гениальный план! И такой простой! Пин был прав! Не стоит связываться с временем и пространством! Нужно просто быть в нужное время и в нужном месте! Точно! Какой вкусный! Не зря мы его ждали! Дождались! Ну, значится, как всё было! Ночь на дворе! Сплю я! И на тебе! Окна светом залила! Глянь, а с неба глыба летит! Хрясь! Грохот аж уши заложила! Смотрю! А у меня в огороде! Вот! Итак, мы имеем метеорит! Тело космического происхождения! Вес около пятнадцати килограмм! Форма овальный! Состав железокаменный! Вам помочь, друзья мои любознательные? Мы тут Копатыча встретили! Он нам такое рассказал! А вы, правда, здесь метеорит прячете? Не прячем, а изучаем! Посмотреть! Посмотреть можно! Интересно ведь! И речи быть не может! Мы имеем дело с объектом неопознанным и, возможно, крайне опасным! За ограждение не ногой! Однако, химический анализ не подтвердил наличие люминесцентных элементов! Но это невозможно! Этому свечению должно быть логическое основание! О, мой Бог! Я тут, это, одним глазком пришел посмотреть! Ну, посмотрел! Пойду, наверное! Ну, что же, друг мой беспечный! Боюсь, вы стали жертвой собственного любопытства! Теперь будете находиться в зоне карантина! Ёлки-иголки! И это еще почему? Ты есть субъект потенциально опасный! Один твой касание! И нам всем капут! Мы же, в свою очередь, проведем необходимое исследование, чтобы определить способы лечения вашей болезни! Ладно! Уговорили! Только по-быстрому! Итак, самочувствие отлично! Температура тела в норме! Ничего не понимаю! Может быть, потеря аппетита? Ха! Если бы за семерых уминает! Мы весь кролик проверяли! От ушей до пятка! Жалоб на здоровье найм! Глазам не верю! Этого не может быть! Привет, ученым! Мы слыхали, Крош подцепил какую-то инопланетную холеру! Как продвигается лечение? Пока еще рано говорить о результатах! А в данный момент ваше пребывание в зоне карантина нежелательно! Да мы просто зашли узнать, как дела у болезного! С ним все в порядке! В порядке? Вот! Сами полюбуйтесь! Подозрительно быстрый рост умственных и физических способностей! И по-прежнему никакого пагубного воздействия вируса на организм! Хм! Так ежели все хорошо, зачем держать Кроша в этом карантине? Он по-прежнему является разносчиком заразы! Пока мы не поставим точный диагноз... Нет! Это какое-то издевательство! Сегодня утром наблюдаемый поставил мировой рекорд на велотренажере! Так еще и на рояле! И что же это за вирус такой? Позвольте спросить! И я вот тут подумал, а если это не есть вирус, а есть новый века эволюция? Может, сам космос дарит нам пятнистый минераль, чтобы мы быть более совершенны? Нонсенс! Если бы космос был так великодушен, он подарил бы нам рога побольше! Но не пятна! Пятна не признак совершенства, а показатель болезни! Ну какой болезнь? У него здоровья на нас всех хватит! В этом и состоит ее коварство! Болезнь сперва играет с вами, а потом бац! Конец организму! В общем, пятна – это явно нездоровая реакция! Тсс! Мы тут тебе, это, гостиницев собрали! Чтобы поправлялся быстрее! М-м-м, спасибо! У нас утечка, хватайте зараженных В карантин их, немедленно Это, это катастрофа, друзья мои Лес, пруд, жуки, рыбы в пятнах Я уже вижу, как эпидемия расползается по планете Мы тут поговорить с тобой хотели Эти пятна еще никому не навредили Я-я, проблемной, одна пульса Да проснитесь, наконец, и раскройте глаза Пятна – это болезнь Это сейчас, может, все здоровы А ведь в любой момент может нагрянуть жар, лихорадка или что похуже Поэтому, друзья мои зараженные, нам необходимо работать Мы должны найти лекарства и победить проклятую болезнь Друзья мои сбрендившие Объяснитесь, как это понимать? Ну, видишь ли, мы решили, что в ангаре лучше находиться тебе Теперь ты можешь искать вакцина, не боясь заражений Пятое июня, суббота Эпидемия в самом разгаре Боюсь, я единственный, кому удалось избежать заражения Но я не сдамся Но... Что? Как? Как? Ты про пятнышки? Так дождь ведь прошел Вот их и смыло Но это невозможно Ну, отчего ж, сам посмотри Все целенькое Болезней как не бывало А ты нервничал Эпидемия, катастрофа, нужно планету спасать Ну, ладно Главное, что все прошло Нет Ну, нет же Как так? Друзья мои, поймите Все не может решиться так просто и так нелепо Это же абсурд Вероятно, болезнь никуда не исчезла А ушла, например, внутрь организма О, майн гот Ну, да Ушла в организм Вот это логично А теперь болезнь начнет атаковать изнутри Поражать центральную нервную систему На клеточном уровне Что? Хотели подловить меня? Выманить наружу Не выйдет Еще посмотрим, кто кого Ваша безопасная холера Или мой научный подход А может, все-таки расскажем ему, что теперь у нас есть дар телепатии? Ну и все остальное Ни в коем случае У бедняги и без того нервы пошаливают Пока повременим Ух ты! Смотри, смотри Речка Вот это скорость! Класс! А вот мой маленький домик Крош! Правда, классно? Ёжик Как ты думаешь, что самое главное в железной дороге? Рельсы? Шпалы? Паровоз? Скорость? Нет, хорошее настроение Чай? Нет, спасибо Ну так что главное? Эээ... В железной дороге, ёжик Главное то, что по ней можно куда-то приехать Внимание, внимание Приглашаем на аттракцион железная дорога Только у нас и не только сегодня Приобретайте билеты Поезд прибыл на станцию Смешарова Стоянка пять минут А у нас тут, ёжик, конечная станция Та же, что и начальная Да вот он! Поезд! О! Еле-еле Успели Вам повезло! А то когда ещё будет следующий поезд? Не обращайте внимания Это его Укачало Отправляемся! Граждане, приобретайте билеты Следующий поезд через десять минут Крош, я возьму билеты, ладно? Зачем? Ну, если у нас не будет билетов Нас могут высадить на первой же станции Какой ужас! И как мы будем потом добираться домой из этакой дали? Ну, я лучше всё-таки возьму билеты, ладно? Два билета, пожалуйста Туда и обратно? Естественно Ёжик, возьми мне только в один конец Я ещё не решил, когда буду возвращаться В один конец? В один, в один Ну, как угодно Что, молодой человек, решили попутешествовать? Крош, я взял билеты Только в одну сторону? Давненько я не видал таких билетов Браво, молодой человек Я восхищен Позвольте пожать вашу мужественную руку Поезд прибыл на станцию Смышарова Стоянка пять минут Тьфу, Карыч, ты что? Тоже играешься в эти игрушки? Железная дорога не игрушки Молодой человек Это очень, очень серьёзно Так кто настоящая железная дорога? А это? Пассажирам просьба пройти на посадку Скоро отправление Представляете, коллега Он взял билет только в один конец Да ну! Укуси меня, пчела Эх, отправляемся Карыч, а ты всегда берёшь так много вещей В такие короткие поездки? Мой юный друг Никогда нельзя знать заранее Как долго продлится Даже самое короткое путешествие Проверка билета А ваш билет Молодой человек Только в одну сторону? Ну не переживайте вы так, голубушка Наш крош храбрец и бывалый путешественник Иначе бы он не взял билет в один конец Верно? О, Карыч Если б ты знал Был у меня однажды пассажир С таким вот билетом И что? И всё С тех пор его никто Никогда Больше не видел Ну подумаешь Ну не видел Что он, картинка что ли, чтобы смотреть на него? Может быть ты просто его не узнала? Понятно, что после такого путешествия Он выглядел Неважно Крош, а давай мы скажем Что обратный билет Он был Но просто потерялся куда-то И ты, ёжик Пойду разомнусь Ёлки и волки А где это мы едем-то? Карыч Карыч Ёжик Копадыч Что-то просто опаздывает Ещё полторы минуты О, идёт Поезд прибыл На станцию Смешарова Стоянка Пять минут А Крош-то где? В самом деле А где Крош? Девушки отдыхают ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот здесь Крош хранил свои носки, когда еще жил дома. Феномен, Крош был большой оригинал. А вот здесь мы делали засаду, когда охотились на Деда Мороза. Подумать только о оригинальной конструкции. А вот это опытная модель акваланга, над которой работал Крош. Воду почти не пропускали. А вот здесь мы с ним играли в морской бой. И скажу нехвастая, мне часто удавалось обыграть его. Ну, часто это сильно сказано. Крош? Крош вернулся. Вот теперь я точно знаю, что главное в железной дороге. И что же это, по-вашему, коллега? В железной дороге главное, что по ней можно вернуться домой. Чепуха! В железной дороге главное путь, рельсы, шпалы, стрелки и переезды. А вот и нет. То есть путь, конечно, это важно. Но главное, чтобы он вел куда нужно. Категорически не согласен. Путь и еще раз путь, куда бы он ни вел. Рельсы, шпалы. Вам билет, молодой человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова